Очень холодно, ветер. Добрый вечер, меня зовут Николай Николаевич. То есть, если есть идея, мы ее воплощаем. Может быть, критики добавим? Можно начинать, да? Александр Александрович Козлов. Поехали. Спасибо большое, Александр Александрович, что встретились с нами. И я, честно говоря, выступаю в разных регионах и неоднократно пытался быть на губернаторов, чтобы с ними встретиться. Потому что все-таки первые лица регионов, это те люди, у которых тоже в управлении персоналом можно поучиться. Это моя основная тематика. Согласились только вы один. И я даже уже разочаровался, думаю, неужели настолько сокрытая система, особенно перед выборами. А вы согласитесь? Почему согласитесь? Я не вижу ничего в этом проблеме. Если вы связаны с людьми, то, конечно, вам определенно надо. Потому что уровень доверия к вам растет, вы становитесь ближе гораздо. Ну, я считаю, что это важно. Сейчас некоторые, знаете, некоторые блогеры уже по охвату аудитории превышают некоторые СМИ, ну, газеты, журналы, может быть, даже какие-то маленькие каналы, радио. Некоторые люди, даже аудитория получает, там, не знаю, прогноз погоды уже из социальных сетей или какие-то освещения каких-то событий, мероприятий. Также они узнают об этом в соцсетях. И им это ближе и удобнее. Открываешь телефон и смотришь, что происходит. Есть ли выражение из книги, которое очень сильно запало в памяти? Мир для терпеливых людей. Кого из блогеров вы знаете? Никого. Вы вообще знаете, кто такие блогеры? Блогеры знаю. Я понятие «знаете» воспринимаю как личное знакомство. Многих мы видим. Наверное, рассуждать, кто из них реальный блогер, нереальный блогер, несложно. Потому что мы лично не знакомы, а личное знакомство нам больше открывает в человеке возможность знать его. У меня неполноценный блог. У меня просто страничка в Инстаграме. Я не дышу на событиях, мероприятиях. Чаще всего это социальные. И пытаюсь освещать и так привлекать людей туда. Моя задача – нести информацию о мероприятиях, и чтобы люди к ним подключались. Люди сами несут ответственность за свой дом, за свой двор. Они сами следят, чтобы у них все было хорошо. Они принимают активное участие в управлении города. Кем мечтали стать в детстве? В детстве я мечтал стать летчиком. А как думаете, нынешние подростки кем хотят быть? Ну, с учетом той рекламы, которая идет в телевизорах, это минимум из них успешными. Это неплохо. Но каждый из них должен понимать, что успех и достижение определенных ценностей, которые им почему-то показывают и считают, что это основные ценности, приходят, когда ты доставишь азы. Любимая игра в детстве была какая-нибудь? Мы играли в лото, в монополию. Была такая игра, застал. Это из настольных. Я даже в шахматы играл, выездил от школы на соревнования. И мне нравился баскетбол. Я играл в баскетбол в детстве. Как вы думаете, роботы победят человечество? Я думаю, если человечество им помогать не будет, то вряд ли у них это получится. Самое главное – это электроника и программа. То есть без программы это всего лишь игрушка, которая ничего делать не умеет. Его надо программировать и добиваться того, что он должен делать. То есть учить его. Уважаемые гости, вы присутствуете в первой лекционной аудитории Амурского государственного университета. Перед вами сейчас 34 команды. Они немножко в таком у нас хаотическом броуновском движении, но тем не менее они готовятся к соревнованиям. Соревнования называются робосумо. Это то же самое, что обычные традиционные восточные единоборства, однако сегодня мы проводим их с роботами. Конструкцию сделал сам он, а с меня программа. То есть запрограммировал его я, а конструкцию сделал он. Тут у нас защита повышенная для утяжеления. А вот защита. Везде. Везде. Вот даже вот. Провода. Провода тут стоят. В общем, эта конструкция должна сработать. Мальчик – это Артём. Артём робот. Почему? Ну, потому что мы его назвали благодаря создачам. Не надо так думать, что этим занимаются только мальчики, так как это очень интересно и для девочек. Можно много попробовать и сделать своё. Перед вами татами. Выставляются роботы. Лайзерами настраиваются роботы друг на друга, и, соответственно, они выталкивают друг друга из татами. Особая здесь важность, и в чём смысл этого творческого процесса программирования. Ребята не знают, как вести себя робот. То ли он поворачивается, то ли он толкает роботов, то ли он убегает, то ли он догоняет. В этом и смысл. То есть стратегический подход важен в том, чтобы они правильно залили программу в робота, и, соответственно, он должен вести себя идентично тому, как ведёт его соперник – защищаться, обороняться или, наоборот, нападать. Тут нельзя сразу выбить, кто победит. То есть смысл может как вытолкнуть соперника более сильного, так и его могут выиграть более лёгкие модели. Внимание! Раунд! Как будто разные программы. На самом деле это очень недорогостоящий спорт. Конструкторы лего сейчас доступны практически в любом магазине деталей лего. Есть, безусловно, очень дорогие наборы, но это, опять-таки, для очень продвинутых команд. Если посмотреть в интернете и найти просто какой-то набор для робототехники, самый простой, сумма не очень большая. Но, на мой взгляд, все эти суммы перебиваются глазами детей, интересом. Посмотрите, сколько их много, как они переживают, как они стараются выиграть, как они все волнуются, как волнуются наставники. То есть какая-то денежная сумма, но, честно, мы не рассматриваем это никогда. Все ради того, чтобы они улыбались, они были заинтересованы, они были все в этом творчестве, они писали программы, болели, переживали, занимались спортом. Потому что, повторюсь, спорт – это, конечно, сумма, пускай он технически, но, тем не менее, это спорт. А есть любимое место на карте Амурской области? Мне нравится, мне нравится гулять по улицам города Волгаящинска. Я часто спорю с мэром о том, где должны быть тротуары. Прогулка по городу – диалог с городом, и город должен с тобой разговаривать. Ты смотришь на здания, на фасады, да, они с тобой взаимодействуют. Ты смотришь на благоустройство, ты смотришь на ландшафтный дизайн, на реку, не знаю, что ли. С точки зрения урбанистики город удобный до железнодорожного переезда Калининского. К сожалению, длительный проект «Виадук» не решен, бы позволил. И, к сожалению, микрорайон и 800-й квартал, они сегодня такие хаотичные и не позволяют там многое сделать. И вот вопросы, да, с велосипедным, с трафиком, да, который по городу. Проблема же в другом. Те, кто критикуют, они не видят, самое главное, той нормативной базы, в рамках которой работает муниципалитет. Это красные линии, это водоотные канавы, это обязательное наличие газона, стоянка мест возле каждого здания. Но есть некоторые проекты, которые нужно просто локально, адресно подходить, и они тогда становятся достопримечательностью нашего города. Вот здесь мэрии нужно обратить на это внимание. Город должен быть положительным примером. Во всем, особенно региональному, городу быть, конечно, нельзя. Никто не требует от Благовещенска, чтобы он превратился там в Нью-Йорк. Но в каких-то вещах, особенно пользуясь тем, что это город небольшой, что здесь проще проводить реформы, чем в той же самой Москве, что здесь довольно такое сплоченное там сообщество жителей, и так выделить преимущества и делать какие-то вещи, которые могли быть примером для остальных городов. Если это критика с пониманием дела, если это критика с пониманием всей проблематики, ну, то есть в том же числе это с лохом пониманием дела, то почему бы и нет? Ну и, конечно, если еще будут предложения, то им вообще цены не будет. Телевизор или YouTube? С учетом последнего времени YouTube. Когда пользователь соцсети смотрит то, что человек, который управляет государством, как-то ближе к нему, вроде как-то человечнее, он ему больше, может быть, доверяет. Особенно если этот человек из политики показывает свою личную жизнь, потому что мы же все люди. Сейчас это основной канал общения с людьми, во-первых, во-вторых, создание такого имиджа человека, близкого к людям, к народу, и таким образом снижать социальное напряжение. Это неплохо, может быть, для губернации, если это кто-то смотрит, но учитывая, что вы это делаете наверняка на YouTube, что вы это делаете для конкретного зрителя, для того зрителя, который вы делаете на YouTube, это, наверное, здорово. Это, знаете, как Google и Facebook, после того, как они уперлись в потолок пользователей, то есть все уже, кого можно было зарегистрировать на Facebook, уже зарегистрировали, они начали инвестировать в развитие интернета, потому что им нужны были новые пользователи, кого потом можно будет привести в Facebook. Вам нужно проводить, хорошая программа будет для губернатора, проводить интернет, чтобы было больше зрителей у его канала. 85% жителей Амурской области имеют возможность подключения к двум альтернативным провайдерам. Активно реализуются федеральные проекты, в частности, это федеральный проект по устранению цифрового неравенства. В него вошли населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 жителей. Сравнивать Амурскую область с другими субъектами, то есть у нас достаточно хороший показатель по охвату. То есть 85% это большая величина. Бутылочка, я надеюсь. Нет, на самом деле мы же как бы космодром восточный. Вы ели такое? Нет. Это настоящая еда космонавтов. Супер, спасибо. Вот когда в следующий раз перейдите в Амурскую область, заезжайте в наш новый наукоград, город Силковский. Спасибо. Подарочки. Можно по себе прыгать. Да, у вас кажется, что это лунный пейзаж на набережной, и там можно играть космонавтов. Ну это реально настоящая еда. Да, сейчас будем тренировать высадку на Марс, на набережной Благовещенска. Чай или кофе? Кофе. Если взять еду, от чего никогда не откажетесь? Сладкое. Мороженое. Фильм, который хочется пересматривать снова и снова. У меня из молодости, такой ассоциации, выйдут одни старики. А вы себя считаете блогером? Нет. Вы не блогером? Я себя считаю губернатором.